Здравствуйте! В эфире телеканала CBC передачи «Экономика дня» и я, ее ведущая Елена Косолапова. Сегодня парламент Азербайджана в третьем чтении принял проект государственного бюджета страны на 2022 год. О том, каким будет этот бюджет, чем он будет отличаться от бюджета этого года и чем продиктованы эти изменения, будем говорить сегодня с экспертами из Азербайджанского государственного экономического университета. Это Эмин Гарибли, доцент кафедры международной экономики, он у нас в студии, и Эсмира Ахмадова, руководитель Центра информационно-аналитических ресурсов, преподаватель кафедры экономики. Она подключилась к нам по видеосвязи. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что согласились принять участие в нашей передаче, обсудить этот важный вопрос. Имин, Алим, хочу начать с вас. Вот, согласно прогнозам, увеличение доходов бюджета в следующем году планируется на уровне почти 5,5%, это 26,8 миллиарда монатов, или более 15,5 миллиардов долларов. Как вы считаете, за счет чего станет возможным вот это увеличение? За счет каких доходов? Да, прежде чем переходить в бюджет, нужно отметить, что, в принципе, для утверждения этого бюджета предшествовала благоприятная макроэкономическая ситуация. Возьмем главный показатель экономического роста. Если в начале года рост ВВП прогнозировался примерно на 3%, то мы уже по уверенности можем сказать, что до конца года это будет в размере 5%. Далее нужно отметить, что если посмотреть экспортный потенциал, то видим, что у нас впервые уже экспорт ненефтяного потенциала стал увеличиваться, и он достиг 2 миллиардов. В принципе, это тоже, скажем, положительные результаты. Ну, вот еще дали структуре экспорта, там, ненефтяное производство увеличилось на значительно, на более 10%. И так далее. В принципе, я считаю, что вот, учитывая то, что сегодня весь мир переживает только не кризис, скажем, и пандемическим можно назвать, пока постпандемическим нельзя, хотя уже говорили постпандемическим, сейчас уже более точно нужно сказать, что это пандемический период. Мы видим волатильность во всех рынках, начиная с нефти, заканчивая, скажем, цветных металлов и так далее. В принципе, но даже если есть волатильность, то все-таки цена на нефть нас полностью сегодня устраивает. Если сравнивать ее с прошлым годом, то увидим, что, в принципе, два фактора. И нефтяной, и не нефтяной фактор, значит, судит, а только положительные изменения. И, значит, в этой ситуации мы видим, что на следующий год расходная часть бюджета увеличится. Это примерно составит 9 миллиардов 138 миллионов и рост составит более 1 миллиарда 888 миллионов. То же самое, можно сказать, значит, это по линии налогов. Что касается таможни, то он составит 4 миллиарда 260, и он составляет, значит, уже таможенный сбор составит где-то 16% всего доходного части бюджета, и он увеличится на 9,2%. В принципе, мы видим, что, мы, наверное, будем еще обсуждать, мы знаем, что, в принципе, в этом году были приняты изменения в налоговый кодекс, и это предусматривает целый мер. Я считаю, что где-то мы переходим на прогрессивную шкалу налогообложения, когда больше будут облагаться налогом именно относительно высшие слои общества. В принципе, вот это позволит нам повысить налоговую базу, налогоблагаемую базу, и нужно отмечить, что есть некоторые моменты, когда как раз-таки, наоборот, налоговая ставка уменьшилась. Я считаю, что здесь будет такой, мы будем обеждать некий мультикомпликативный эффект на увеличение налогов. В принципе, опять же, нужно подэтаживо, нужно отмечать. Первое, это для нас, если мы сравниваем ее с другими странами, у нас благоприятна макроэкономическая ситуация. С другой стороны, те задачи, которые были поставлены перед правительством, она сегодня выполняет. Это дает нам полное право утверждать о том, что, в принципе, и в этом году, и на следующий год у нас макроэкономическая ситуация будет улучшаться. И вот все поставленные цели в этом бюджетном законодательстве будут осуществляться, и это будет способствовать для экономического развития и для социальной обеспеченности населения. Ну, то есть, практически во всех сферах доходы увеличатся в следующем году, несмотря на то, что пандемия продолжается, и во многих странах, на самом деле, с экономикой все не так хорошо. У нас пока, слава богу, нормально. Исмир Ханум, хочу перейти к вам и спросить вас, вот бюджет на следующий год, это будет самый большой бюджет за всю историю независимого Азербайджана. О чем свидетельствует этот факт? В первую очередь, это свидетельство о том, что в этом году, в следующий год, это будет год, в котором мы шли 30 лет. Дело в том, что все мы знаем, что в этом году мы отмечали годовщину нашей великой победы, и в бюджет на следующий год заложены те расходы, те новые рабочие места на освобожденных территориях. И вот то увеличение госбюджета, которое мы облидаем, с одной стороны, один плюс. Чем больше бюджет, тем больше государство вкладывает в развитие экономики. Когда государство вкладывает в развитие экономики, тем больше можно увидеть отдачу от экономики. Следовательно, в следующем году, если мы вложим больше, соответственно, получим больше. Рост будет, соответственно, больше, чем мы имели в прошлом году и все предыдущие годы. Кроме того, ожидается доход, вложение, внос в обменную территорию. Поэтому в следующий год, я считаю, будет очень хорошим для Азербайджана и практически лучшим, наверное, за все предыдущие 20 лет. Именно, вновь хочу вернуться к вам и поговорить с вами о развитии не нефтяного сектора. В последние годы этой сфере уделяется очень много внимания, есть хороший прогресс. Как вы считаете, какое значение сейчас этот сектор имеет для экономики страны и какую долю он занимает в бюджете? Здесь такая вот дилемма перед нами. Естественно, мы после 2015 года уже определились, что мы ориентируемся уже на не нефтяной сектор. Здесь я больше бы назвал, знаете, если анализировать и смотреть практик многих стран, сегодняшнюю ситуацию, то зависимость от внешних факторов у всех есть. Возьмем Соединенные Штаты, европейские страны. Нет таких исключений, которые бы, скажем, относительно, может быть, и есть процентом соотношения, может, той или иной степени зависимости от тех или иных факторов. Но в целом, я вам нужно сказать, что сегодня в глобальном мире нельзя не зависеть от внешних факторов. Но здесь одно есть, что, в принципе, мы знаем, что мы, если зависим от одних ресурсов, это, в принципе, может привести к плачевной ситуации. Поэтому у нас после 2015 года мы приняли курс на диверсификацию экономики. Мы видим, что, в принципе, те поставленные цели, начиная уже, опять же, с 2014 года, у нас осуществляются. И поэтапно мы видим, что, в принципе, доля сборов в бюджеты каждый год увеличивается. Мы говорим, что уже, скажем, уже не нефтяной экспорт, не нефтяной сектор увеличивается. Это, знаете, и сразу же дать резкого ожидания, такую львиную, говорите о том, что в этом году или со следующего года львиную долю бюджета составит, скажем, не не нефтяной сектор, пока рановато. Я считаю, что все-таки для этого нужно время и, в принципе, знаете, и такого резкого перехода, для резкого перехода, в принципе, должно предшествовать определенная благоприятная ситуация. Вот я считаю, что вот этот период, который мы занялись с 2015 года, мы видим постепенно некое улучшение ситуации. Мы видим, когда увеличивается, опять же, мы еще столкнулись с какой проблемой, мы столкнулись с мировым кризисом. И мы видим, что, невзирая на мировую кризис, у нас не нефтяной сектор увеличивается, мы видим, что были предприняты меры для интеграции в мировую экономику, для внедрения в Азербайджан новых технологий. Далее мы знаем, что в этот пандемический период мы освободились наши территории. Мы знаем, что из бюджета выделяется немалая сумма для реставрации, для проведения, скажем, транспортных инфраструктур и так далее. Это все, к чему это налоговая нагрузка, это нагрузка на государственные расходы. Все-таки нужно учитывать, что вот эти факторы есть, если учитывать эти все факторы. В целом, самый реставрационный процесс, то, что мы говорим в Карабахе, я считаю, что это тоже подтолкнет не нефтяной сектор, это подтолкнет рост нашего не нефтяного сектора. Если мы говорим там транспортно, мы говорим, что там умная концепция, мы скажем, что смарт-концепция применяется. Это тоже приведет в будущем к увеличению доли не нефтяного сектора. С другой стороны, необходимо ответить тот факт, что у нас применяются и налоги, и преференции. Это тоже дает свой эффект, свой результат. Мы видим, что это влияние происходит на протяжении нескольких лет. И мы ожидаем, что в ближайшие пять лет значительную часть бюджета будет занимать именно не нефтяной сектор. И считаю, что мы после этого кризисного периода, после кризисного периода, мы займем свою нишу, более лучшую нишу в мировой экономике. Мы будем специализироваться уже не в одних. Мы уже видим, что после освобождения Карабаха, мы видим уже структуру экспорта, ее структура увеличится, ее перечень товаров, экспортированных товаров увеличится. Мы видим, что в различных отраслях уже вдоль обрабатывающей промышленности увеличивается. И думаю, что сегодняшние меры, которые принимает наш президент и наше правительство, даст результаты. И главным ориентиром, опять же, сегодня не столько именно доля нефтяного сектора в бюджете. Я считаю, что главным ориентиром должно являться именно доля экспорта, увеличение доли экспорта. Далее мы увидим те улучшения в налоговом законодательстве. Я считаю, что они в будущем дадут результат. Увеличится доля теневого сектора. Далее мы увидим, что увеличится прозрачность сегодняшней экономики. Вот это все дает нам полное право говорить о том, что в принципе у нас реформы продолжаются, дают эффект. Далее мы видим, что наш рейтинг в международных организациях улучшается. С методом бенчмаркинга можно определить, что в принципе наша позиция в мировой экономике улучшается. И это даст возможность на будущем утверждать о том, что у нас экономическое развитие будет обеспечено. Да, безусловно, очень важно развивать разные виды экономики. Невозможно зависеть только от нефти, только от газа. Даже такие богатые нефтью страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, они мы видим, что развивают не только нефтяной сектор и уже добились успехов во многих других областях. Исмир Ханум, и тем не менее, хочу поговорить с вами о роли именно нефти и газа в экономике Азербайджана и в бюджете страны. Особенно сейчас, когда мы видим, что цены на энергоресурсы растут, бьют все рекорды. И по прогнозам международных организаций в следующем году они будут сохраняться на достаточно высоком уровне. Вот какую роль в бюджете страны играет этот сектор? По итогам 2020 года в структуре валу и нужного продукта Азербайджана добывающий сектор сохранил свою долю на уровне 26,6%. Это достаточно весомая доля, поэтому если цены на энергоносители будут стабильно высоки в следующем году, это несомненно оказывает положительный эффект на экономику Азербайджана, так как несмотря на диверсификацию, несмотря на развитие ненефтяного сектора, ненефтяных отраслей, тем не менее традиционный добывающий образ для Азербайджана столицы не является. Есть у нас и является основным. Поэтому, несомненно, цены будут высоки. Почему? Потому что экономика, мировая экономика, она перезагружается, она выходит из локдаула. После практически двухгодичной пандемии, двухгодичной стандарции мировой экономики, вся экономика перезапускается. Перезапуск экономических мощностей требует энергии, в первую очередь, нефть, газ, топливо. И, естественно, спрос рождает предложение. В такие условиях цена будет растить, что мы и видим на мировых рынках, не только на нефть, на газ, но и на другие виды топливных товаров. Поэтому, я считаю, что для экономики Азербайджана это очень благоприятные события, и они будут способствовать развитию нашей страны. Исмир Аханум, хочу с вами обсудить еще одну тему, касательно того, что также будут увеличены расходы из бюджета на образование, научную сферу. Какие вопросы это поможет решить, и каких результатов это поможет достигнуть? Все мы живем с вами в 21 веке, в 21 век информации, где наука занимает неоспоримое важное значение. На ученые было доказано, что каждый доллар, каждый 0,001% инвестиций, если мы увеличим на 0,01% инвестиций на образование, на сферу образования, это даст эффект от 1 до 2% роста ВВП. Поэтому вложение в образование, вложение в науку является очень выгодными вложениями с экономической точки зрения. Поэтому если в госбюджете на 2020 год расходы были 10% от госбюджета, сейчас будет немного больше, это очень положительный знак, очень положительное событие, потому что и образование, и наука не являются драйверами экономики сегодня. Сегодня образование не только отрасль социальной сферы, образование превратилось фактически в отрасль экономической, которая предоставляет и образовательные услуги, и кадры, и повышает человеческий капитал. Поэтому вложение инвестиций в образование сегодня актуально, как никогда. Именно, Алим, с вами хочу продолжить эту тему расходы на образование. Совсем недавно в Азербайджане была создана система студенческих кредитов, и в следующем году на эти цели планируется выделить 22 миллиона монатов. Как вы оцениваете эту инициативу? Важительно, конечно же. Отметим, что вообще, если взять наш бюджет, он социально направленный, и считаю, что здравоохранение, образование, наука является неотъемлемой частью той политики, той бюджетной политики. И вот отмечу, что в 2022 году рост в образовании составил 17,8%. Скажем, расходы увеличились на 17,8%, здравоохранение на 7,1%, скажем, на культуру 9,9%, на науку 10%. Все это говорит о том, что, в принципе, да, это в первую очередь, конечно, приведет к улучшению этой ситуации, улучшению сферы образования. Опять, что немаловажно на сегодняшний день, когда в пандемический период, когда мы переходим на следующую, скажем, происходит некая следующая промышленная революция, когда мы идем на следующий этап развития, цифровизация и так далее. Вот в этой ситуации, конечно, эти расходы нужно улучшить для улучшения конкурентоспособности нашей экономики. И вот внедрение сегодняшних новейших инновационных методов для улучшения научного потенциала, это положительно. Конечно, мы знаем, что есть определенные методы, которые улучшают эту ситуацию, которые дают стимул, в частности, вот такой метод кредитования, я считаю, что он распространен в развитых странах. И у нас для этого, для применения этой системы, есть соответствующие финансовые ресурсы, мы знаем. Естественно, сразу, понимаете, это некий экспериментальный период, я считаю, что все-таки он даст результат, это позволит, опять же, в будущем, на мой взгляд, это как раз-таки позволит уменьшить бюджетную нагрузку. Понимаете, если уже студенты будут применять современные методы кредитования, которые тоже, в первую очередь, видите, государству помогают, и в будущем, я считаю, что это даст эффект, это даст для интеграции в мировую экономику. И вот, что положительно, опять же, невзирая на, опять же, мы знаем, что у нас, смотрите, сегодня у нас, скажем, очень сложная ситуация на линии границ, на фронтах, мы видим, что, значит, очень часто бывают там напряженные ситуации, а не взирая на то, что государство выделяет огромное количество денег на восстановление этого региона. С другой стороны, мы знаем, что есть и влияние пандемии на экономическое, на социальное слое населения, мы знаем, в прошлом году и в предыдущем, в 2019 году государство всегда оставляло центре внимания этот вопрос, и вот на сегодняшний день, невзирая на это, и во многих странах мы наблюдаем из-за инфляции, из-за этих последствий, мы наблюдаем некое снижение экономического роста, уменьшение, скажем, устойчивого состояния, но невзирая на все, значит, азербайджанское правительство выделяет внимание и на все детали, и в частности, вот применение современных методов, для современных методов можно наблюдать и в налоговом законодательстве, и дальше вот этих рычагов для управления экономикой, для стимулирования этих отраслей, в частности, для кредитования, да, это студентам позволит выбирать свои специальности, позволит этим сильнейшим слоям населения получать образование, и считаю, что мы посмотрим, мы знаем, что в государственном бюджете законодательстве у нас предусмотрены дети шахидов и далее беженцев, предусмотрены, соответственно, преференции, и в изменении налогового законодательства тоже предусматривано, и плюс еще вот эти методы улучшения, значит, применение кредитования в вот этой сфере даст положительный результат. Вы считаете, будет пользоваться популярностью среди студентов? Вот дело в том, что, понимаете, вот как и предыдущего ответа, вы понимаете, мы говорим, что переход от ненефтяного сектора, скажем, да, какую часть она будет занимать нефтяной сектор, резкого такого изменения, революционного изменения, конечно, ждать нельзя, потому что это тот процесс, который любит применение современных методов, после этого это дает эффект. Я считаю, что, да, скажем, в ближайшие 5-6 лет он будет давать эффект, нужно, чтобы люди как-то с этим осваивали эти традиции, это традиционное где-то, да, вот эта традиционность должна быть, эти традиции будут применять, и в будущем, да, я считаю, что вот если посмотреть те новостки, которые применялись, да, вот в последние 2-3 года, скажем, возвращение НДС, скажем, если до этого людям это как-то вот было чуждо, мы сегодня видим, что наше население легко это осваивает, возьмем и саму систему образования, применение, скажем, электронных, значит, цифровых технологий, мы видим, что, в принципе, оно сегодня хорошо применяется. Я считаю, что вот современные методы, вот, скажем, инновационные методы даст эффект, даст эффект, как, скажем, уменьшение государственной налоговой, значит, бюджетной нагрузки, в первую очередь, уменьшение бюджетной нагрузки, с другой стороны, для улучшения ситуации, значит, уменьшение доли теневой экономики и так далее, и самое главное, для, значит, динамичного развития нашей экономики, устойчивого динамичного развития. Исмира Ханом, вновь хочу обратиться к вам и спросить вас вот что. В следующем году планируется повышение некоторых налогов, некоторых сборов. Как вы считаете, чем продиктовано такое решение? Да, тарифы своих пересмотрел, некоторые цену на энергетические ресурсы, на тарифы. Опять-таки это связано с мировыми предпочтениями цен, в первую очередь, конечно же, на энергетовары, на электричество. Тем не менее, государство позаботилось и о том, как облегчить эту нагрузку для населения. Все мы знаем, что с нового года мы ожидаем повышение зарплат, повышение пенсии, увеличение социальных льгот, увеличение доли в бюджете за социальную нагрузку, социальную течение. Поэтому, да, будет какое-то увеличение тарифов. В то же самое время государство способствует тому, чтобы это увеличение населения ощутилось с минимальными погрешностями. Вопрос к вам. В следующем году продолжится политика стимуляции перехода с наличных расчетов на безналичные. Она и до этого шла. Но, допустим, со следующего года купить машину можно будет уже только оплатив это безналичным переводом. То есть наличкой уже оплатить не получится. А вот как вы считаете, почему вот эти меры важны, почему нужно переходить на безналичные расчеты, почему очень многие страны, развитые страны, уже практически полностью перешли на безналичные расчеты, практически наличными деньгами не пользуются? Вот, прежде чем перейти непосредственно на ваш вопрос, нужно, я хочу отметить то, что вы до этого отметили, что мы наблюдаем некое повышение налоговых ставок. Я считаю, что эти налоговые повышения, опять же, в некоторых случаях, возьмем увеличение налога на импортируемые автомобили, которые распространяются на автомобили, мощность которых больше 4 тысяч кубометров или 5, да. Это как бы, значит, что позволяет? Позволяет, в первую очередь, перенаправить эти ресурсы в реальный сектор экономики. Если вот это, значит, это положительная шкала, прогрессивная шкала налогоблажения, когда больше облагается налогом богатые, да, скажем. И, в принципе, я считаю, что вот это позволит нам переориентировать вот эти, скажем, эти ресурсы в реальный сектор. А что касается, вот, перейдем к вашему вопросу, да, я считаю, что, да, сегодня, значит, вот все для того, чтобы, значит, вот тот шаг для того, чтобы в безналичном расчете покупать, это тоже служит для чего? Мы, опять же, используем некие инструменты для стимулирования экономики. Нужны именно, опять же, инновационные методы для стимулирования. Вот сегодня этот эффект, который мы говорим, что мы, этот шаг, даст большой эффект. В первую очередь, мы знаем, что если пойдет безналичный расчет, это что? Это приведет к оздоровлению банковской системы, финансовой системы. Больше будут, люди будут, конечно, вкладывать свои бережения именно на счетах, да, как физические, так и юридические лица. Во-вторых, это приведет к оздоровлению экономики, понимаете, к улучшению, уменьшению теневой экономики, как до этого я отметил. И есть административные методы, какие-то вот методы, да, есть вот методы такие стимулирования. Я считаю, что вот эти методы сегодня распространены в мировой экономике, и сегодня они уже поэтапно, опять же, вот, если посмотреть, сравнивать практику рынка, значит, развит. В принципе, я считаю, что у нас это идет такой поэтапный процесс, и давно ожидаемый. Я считаю, что, скажем, если возьмем увеличение при импорте товаров, то я считаю, что, скажем, возьмем, если возьмем практику Турции, то кроме налогов на импортируют товары, скажем, для автомобилей, есть у них еще налог, который применяется, вот, те автомобили, которые имеют большие емкости, в принципе, они облагаются налогом в течение года. Я считаю, что на будущее это тоже должно применяться в нашей экономике, но, опять же, мы знаем, что относительно молодая страна, и вот эти институты рыночной экономики должны применяться у нас. Я считаю, что вот эти конкретно, опять же, вот эти, если мы говорить о тех изменениях сегодня, которые применяют, ну, в частности, в Министерстве экономики, я считаю, что вот очень интересны, и они очень динамичны. Мы видим, что каждый год, буквально каждый месяц, они, значит, выходят на обсуждение среди, значит, соответствующих, значит, кругах. Мы уже, начиная с сентября месяца, мы уже, значит, ознакомились с этими изменениями, мы уже поэтапно выходили на обсуждение. Я считаю, что вот все эти рычаги позволят, да, для дальнейшего развития экономики нашей. Уважаемые эксперты, к сожалению, на этом наша передача заканчивается. Напомню, что в эфире была передача «Экономика дня», вела ее я, Елена Косолапова. Сегодня мы говорили о государственном бюджете Азербайджана на 2022 год. На мои вопросы отвечали эксперты из Азербайджанского государственного экономического университета. Эмин Гарибли, доцент кафедры международной экономики, и Эсмира Ахмадова, руководитель Центра информационно-аналитических ресурсов, преподаватель кафедры экономики. А я на этом с вами прощаюсь и желаю вам хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова